Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире телеканала Видное ТВ, прямой эфир. Сегодня мы пригласили к нам в студию заместительный начальник налоговой инспекции номер 14 по Московской области Анаит Владимировну Галстян. Анаит Владимировна, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что согласились прийти. Почему? Потому что, уважаемые телезрители, тема, которую сегодня мы будем с вами вместе обсуждать, а я очень надеюсь, телефоны вы видите на своих экранах, она касается, наверное, каждого из нас. Это уплата налогов, уплата налогов различных, земельного, имущественного, транспортного. И во время нашего эфира вы можете звонить, задавать свои вопросы, если у вас они есть. И мы обязательно в ближайшие же прям минуты ответим вам на поставленные вами вопросы. Аннаит Владимировна, первый же сразу вопрос, который, наверное, интересует, ну, наверное, всех, да, интересует, да, вообще, каким образом происходит начисление налогов, да, и также вот сроки, о которых мы тоже должны рассказать нашим телезрителям. Да, исчисление неимущественных налогов происходит из тех баз данных, которые поступают в налоговые органы и с регистрирующих органов. Регистрирующими органами у нас являются Росреестр, Кадастровая палата, ГИБДД и Бюро технической инвентаризации. Соответственно, если мы говорим о налоге на имущество, то до 2015 года налог на имущество исчисляется из инвентаризационной стоимости. Если мы говорим о земельных налогах, то, соответственно, земельный налог исчисляется из кадастровой стоимости, который поступает нам по электронным каналам связи, согласно статье 85, из органов, производящих кадастровую оценку. И сведения по автомобилям мы получаем из органов ГИБДД. В этом году сроки уплаты имущественных налогов, они единые по всем трем налогам, составляют 1 октября 2015 года. Рассылка налоговых уведомлений в Московской области уже закончена. Она производилась на протяжении июля-августа 2015 года. Значит, налогоплательщики уже в настоящее время должны были получить налоговые уведомления, ознакомиться с ними. И повторюсь еще раз, срок уплаты имущественных налогов в этом году единый по земле и по налогу на имущество и по транспортному налогу. Это 1 октября 2015 года. На это, Владимир Владимировна, я думаю, все наши добросовестные налогоплательщики помнят, что разные сроки были. И земельного налога, и имущественного, и транспортного, разные были сроки. Почему сейчас пришла такая необходимость сделать таким образом, чтобы налоги были выплачены, как мы и говорим, сейчас до 1 октября? В прошлом году, да, был единый срок уплаты по земельному налогу и налогу на имущество. Он составлял до 5 ноября и до 10 ноября это по транспортному налогу. Но ввиду того, что разные субъекты могли устанавливать разные сроки уплаты налогов, а у физических лиц могли быть объекты недвижимого, либо движимого имущества на территории разных субъектов Российской Федерации, именно законодателям было принято решение установить единый срок уплаты, дабы не вводить заблуждение на всей территории Российской Федерации. Вот это да. Эти сроки прописаны в налоговом кодексе. Есть две главы, которые посвящены как раз налогу на имущество физических лиц. Это новая глава, которая появилась в налоговом кодексе. Это глава по земельному налогу, и там эти сроки регламентированы и прописаны именно для физических лиц, потому что у юридических лиц у них другие сроки уплаты и срок представления декларации. Давайте более подробно и детально осветим тему. Порядок уплаты налога за имущество и, соответственно, земельный налог. По налогу на имущество в 2014 году, по расчетам за 2014 год, в принципе, изменений как таковых не произошло. Инвентаризационная стоимость осталась такая же, которая была в 2013 году. Налогооблагаемая база в налоговых уведомлениях будет равна той базе, которая была в 2013 году. Единственное, во всех поселениях в Ленинском районе увеличились, значительно увеличились ставки по налогу на имущество. Поэтому налог на имущество, в принципе, он у нас не изменился. У нас кардинальные изменения произошли по земельному налогу. Анна Николаевна, пока не перешли к земельному налогу, давайте по имущественному пройдемся. От чего зависит, ну, такая, я назову, базовая ставка имущества налога? Потому что, ну, наверное, большинство, да, у кого-то нет, может быть, автомобиля, но, по крайней мере, имущество, да, имеется. И потом, что конкретно относится к имуществу, которое облагается налогом, да? Ну, я назову, например, скорее всего, квартира, да? Что еще входит в имущественные отношения, да, за что нужно платить налог? Налог на имущество платится на объекты недвижимого имущества, такие как комнаты, квартиры, дачи, гаражи, строения, подвалы. Да, другие жилые и нежилые помещения. Из чего складывается налог на имущество? Он складывается из суммарной стоимости инвентаризационной объектов недвижимого имущества. Вот в инспекцию поступает очень много обращений, согласно тому, что почему у меня и моего соседа разная сумма налога к уплате. Так вот, хочется ответить на этот вопрос таким образом. То, что у вас может быть одна квартира в собственности, а у вашего соседа квартира не одна, а, например, их несколько. А ставка налога определяется согласно суммарной стоимости всех объектов недвижимого имущества. Значит, если у вас в собственности две квартиры, то, соответственно, берется суммарная стоимость этих двух квартир и, соответственно, ставка этой категории. Потому что есть, существуют ставки от 0,3 до 2%. В зависимости от местонахождения или как? В зависимости от инвентаризационной стоимости. Разброс большой, до 300 тысяч ставка это 0,1%. И, соответственно, в разных поселениях по-разному, но, как правило, свыше миллиона рублей, эта ставка уже составляет 2%. Вот поэтому, соответственно, и налоги разные. Тогда такой вопрос, ну, мало ли человек, может быть, да, ну, нет информации там где-то в интернете, которую, может быть, найти, да, но сейчас смотрит телеканал «Видное ТВ». Вот чтобы понимать, может быть, я там, не знаю, не до рубля, но, тем не менее, вот у человека, ну, условно, да, берем двухкомнатная квартира, порядка, там, 50-60 квадратных метров. Берем город «Видное», да, вот, ну, такой средний, скажем так, какова налоговые, налоговые выплаты на такую квартиру могут быть, ну, если человек, может быть, не увидел или еще что-то такое? Если мы берем новое строительство, да, это улица Ольховая, Березовая, 5-й микрорайон, то, если брать среднюю двухкомнатную квартиру, сумма налогов будет составлять от 4 до 6 тысяч рублей. Вот, если мы берем старый жилфонд, то, условно, советская, школьная, лемешка, да, заводская. Там инвентаризационная стоимость, она, конечно, отличается в разы, то, если здесь инвентаризационная стоимость от 500 до 700 тысяч рублей за двухкомнатную квартиру, то там оно до 400 тысяч рублей, то есть, соответственно, налог 1,5-2 тысячи рублей, где-то в таких пропорциях он коленится. Ну, что ж, если честно, вот, немножко, может быть, забегая вперед, скажу, что, скорее всего, все-таки имущественный налог, он такой более справедливый, я бы так его назвал, да, потому что, ну, учитывая, что есть все-таки квартиры, да, ну, если уж мы взяли за пример двухкомнатную, да, то все-таки в год заплатить, там, ну, условно, да, там, от 4 до 4, 3, 4, 5 тысяч, наверное, это не самые большие деньги, да, поэтому, вот, на мой взгляд, имущественный налог один из самых... щадящих, льготных, там, я не знаю, и справедливых, как я уже сказал. Ну, давайте теперь переходим к земельному, к земельному налогу. Да, к земельному налогу. Да, и порядок уплаты. От 562-го РМ до 567-го РМ. Эти РМы распределяются согласно видам разрешенного использования, и, конечно же, кадастровая стоимость по этим объектам недвижимости, она возросла. На сайте Министерства экологии и природопользования Московской области в общем доступе есть эта кадастровая оценка, поэтому жители Ленинского района, которые знают свой кадастровый номер земельного участка, могут ознакомиться с той кадастровой стоимостью, указанной в налоговых уведомлениях. Это первый вопрос. Второй вопрос – это ставки земельного налога. Ставки земельного налога, они определяются органами местного самоуправления на основании решения Совета депутатов. Да, ставки земельного налога, они возросли, они увеличились по некоторым поселениям в разы, но проблема составляет в том, что когда эти ставки утверждались, это был октябрь 2013 года, тогда еще, конечно же, органы местного самоуправления не знали о 560-х РМах, не знали о том, насколько изменится кадастровая стоимость земельных участков, поэтому были приняты такие ставки по земельному налогу. Давайте скажем прямо и откровенно, максимальные, 0,3%, правильно я понимаю? Это максимальная ставка, да, и, в общем-то, многие поселения пошли по пути, наверное, наименьшего сопротивления. Есть бы самая высокая ставка, и ее, в общем-то, и приняли за основу. Но, тем не менее, да, они приняли за основу, но есть ряд поселений, которые все-таки учли социально незащищенные слои населения, такие, как пенсионеры, как инвалиды первой, второй и третьей группы. И в этом году были предоставлены льготы, приняты решения Совета депутатов, которые распространились на правоотношения с 1 января 2014 года. И, соответственно, по этим категориям налогоплательщиков мы расчеты не производили. Такая ситуация. Вот смотрите, сейчас налоговые, ну, не знаю, исчисления, или как их назвать, да, исчисления, наверное, да, они уже произведены. Но Совет депутатов условного поселения, там, сегодня-завтра принимает решение о понижении, да, налоговой ставки. Как в таком случае быть и жителем Ленинского района, и, соответственно, вам, потому что вы уже письма счастья свои разослали, да, и у них указана уже будет другая сумма, ну, с условного 0,3, изменили на 0,2, и, соответственно, сумма уже будет другая. Как вот это взаимодействие у вас уже налажено? Взаимодействия у нас еще таких прецедентов пока что не было, да, но если такой прецедент будет, то, соответственно, мы будем делать перерасчеты, но так как у нас уже срок уплаты вот-вот он наступает, через неделю, да, сегодня уже 24 сентября, через неделю он поступает, а у нас все-таки есть определенный механизм рассылки налоговых уведомлений, потому что не налоговая инспекция занимается рассылкой налоговых уведомлений, занимается Центр обработки данных, который распоролся в мытищах, потому что многие налогоплательщики получают, когда налоговое уведомление, они видят штамп, что это мытищи, думают, что это мытищи им начислили, нет, это начисляет каждый территориальный налоговый орган, просто там расположен Центр обработки данных, который ответственный за эту работу. Поэтому есть сроки предусмотренные, конечно, сейчас мы этого сделать не сможем, скорее всего это будет сделано таким образом, что по расчетам за 15-й год мы сделаем перерасчеты за 14-й год, потому что уже налоговые расчеты высланы, и уже большое количество налогоплательщиков все-таки добросовестных, они уже исполнили свои обязанности по уплате налогов. Вот я обязательно хотел задать именно этот вопрос, вы немножко его затронули, но я еще скажу о нем, еще раз обращаюсь к нашим телезрителям, 541-2540-547-0813, телефоны прямого эфира, звоните, я сразу, как только вы задаете свой вопрос, я его озвучиваю в эфире. Ольга Сергеевна, нужно ли платить налог при дарении? Налог при дарении, интересный вопрос, да, хотя он не относится к имущественному, но я на него отвечу. Да, налог на дарение платить не нужно, если дарение от близкого родственника, и вы можете подтвердить это родство. Если, соответственно, это не близкий родственник, то налог на дарение платится, и представляется налоговая декларация до 30 апреля в инспекцию, до 15 июля следующего года, соответственно, налог этот уплачивается. Анна Ильдовна Владимировна, я сейчас, может быть, задам вопрос, который, наверное, в большей степени не в вашей компетенции, но как бы вы на это посмотрели, как сотрудник именно налоговой. Просто сейчас идут такие размышления о том, чтобы не брать земельный налог, если земля меньше 6 соток, либо это 4 сотки, либо это действительно люди, которые малоимущие, имеющие какие-то определенные льготы федерального уровня и так далее. Может быть, действительно, есть смысл, да, это вопрос, что называется, для рассуждения. Может быть, действительно, есть смысл, вот люди, которые получили когда-то в советские времена, там, 4, 5, 6 соток, да, может быть, есть смысл, или бы не рассчитывать их по этой вот ставке 0,3, потому что даже 6 соток при ставке 0,3, да, учитывая близость к Москве, коэффициент тоже достаточно приличный, да, и то, мне кажется, там, так, приличные, уж извиняюсь, тысячи получаются. Свыше 5 тысяч получается налог, если ставка 0,3. Ну, здесь я отвечу, конечно, не как сотрудник налоговой, да, инспекция, как обычное физическое лицо. Но, мое личное, конечно, мнение, что если этот участок получен, например, как сотрудником какого-то учреждения в свое время, как садовое некоммерческое товарищество, или огородническое товарищество, то я согласна, что, да, можно рассмотреть вопрос либо о понижении ставки, либо о представлении льготам этой категории, да, потому что у нас есть незащищенный слой, к сожалению, в настоящее время, это инвалиды третьей группы. Вот инвалидам первой и второй группы везде и по налогу на имущество, и по земельному налогу, а есть льгота, она предусмотрена. А вот, к сожалению, инвалидам третьей группы такая льгота находится на рассмотрении органов местного самоуправления. Я вот рекомендовала бы рассмотреть вот этот порядок льготы, и, конечно же, льготы по земельному налогу для пенсионеров. Потому что ни для кого не является секретом, что во многих других районах Московской области такие льготы уже действуют, и действуют не с 2014 года, они действуют и с 2013, и с 2012 года. Да, не в полном объеме освобождаются пенсионеры, но это уже на усмотрение органов местного самоуправления, на усмотрение того бюджета, как это влияет на бюджет, потому что у многих поселений оплата от физических лиц, она незначительна, и бюджет составляет больше 90% это начисление от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Да, тут имеет смысл это рассмотреть, но есть поселения, которые более 50% формируют бюджет только физические лица. Это настолько сложная и скрупулезная работа, к которой нужно проводить анализ. И причем многие есть поселения, которые получают тот же земельный налог, который остается в бюджете. Поселения остаются, и в общем-то они наполняют свой бюджет за счет именно порой земельного налога, не имея на своей территории промышленных каких-то объектов, может быть, каких-то больших торговых центров. Соглашусь, мы с вами обсудили и налог на имущество, и налог на землю. Давайте еще немножко затронем и налог на транспорт. Есть ли что-то новое в этом направлении? И я уже говорил в начале эфира, на мой взгляд, один из самых несправедливых налогов в Российской Федерации. Транспортный налог для определенной категории лиц только изменился для тех владельцев транспортных средств, у которых стоимость автомобиля составляет свыше 3 миллионов рублей. Этот закон Московской области от 23 июля 2013 года установлены особенности налогообложения этих легковых автомобилей, установлен перечень этих автомобилей, он также находится в общем доступе. И, соответственно, есть такая градация от 3 до 5 миллионов, повышающий коэффициент, а 1,1, свыше от 5 до 10 миллионов, 2 коэффициент, ну и так далее. Сейчас все телезрители телеканала «Видное ТВ» и вообще жители Ленинского района так расстроились, вы сейчас называете такие суммы, и им, видимо, почти половину жителям района придется платить за такие дорогие машины. А в остальном? В остальном все так же ничего не изменилось. В остальном транспортный налог не изменился. Единственное, что хотелось бы отметить, что в этом году мы получили большой массив сведений из органов ГИБДД, которые до этого отсутствовал в базах данных налоговой инспекции. И многие люди сейчас получили перерасчеты за 3 года за те автомобили, которые, как выясняется, уже были сняты с учета или находятся в угоне. Кстати говоря, по поводу угона, это действительно, я знаю такие случаи, когда человеку приходит налоговое уведомление, а у него есть официальное подтверждение, что его машина находится в угоне. Вот как вот эта вот вилочка сейчас работает? Значит, смотрите, если, например, машина в собственности, а вы ее сняли, например, уже 3 года назад, да, мы сейчас вам высылаем налоги за 3 года, ими делаем перерасчеты, то вы ни в коем случае не идете в ГИБДД. Не надо брать оттуда справки о том, что эта машина снята с учета. К каждому налоговому обедомлению есть отрывной корешок, заявление об уточнении объектов. Просто необходимо заполнить это заявление и сдать его в налоговую инспекцию любым удобным для вас способом. Если вы подключены к личному кабинету, значит, можно через личный кабинет, либо лично прийти. Хочется особо обратить внимание, что налоговая инспекция работает каждый вторник и четверг с 6 до 8, а также первую, третью субботу с 10 до 3. Потому что у нас многие налогоплательщики не знают об этом, говорят, что к вам неудобно ехать, что вы не работаете. Мы работаем, мы работаем и в выходные дни. И, соответственно, когда мы получаем такое заявление, у нас есть инфообмен с ГИБДД, мы делаем запрос, получаем сведения, если эта машина отчуждена, то делаем перерасчеты и приносим налогоплательщику свои извинения. Другое дело, если машина в угоне. Тут законодатель немножко другую форму обращения предусмотрел. Если вы получаете уведомление, а ваша машина в угоне, то вы должны написать в инспекцию заявление, что она в угоне. И каждый год прикладывать справки о том, что она в угоне. Потому что налоговая инспекция не обладает базой данных ГИБДД об угнанных машинах. И, к сожалению, до того момента, пока уголовное дело будет не прекращено, и автомобиль не будет снят с учета, вам необходимы такие справки предоставлять налоговый орган. Ну, будем надеяться, таких людей совсем-совсем мало. И, наконец-то, уже искоренимая преступность, по крайней мере, по угонам автомобилей. Поступают звонки от наших телезрителей. Вот что интересует наших жителей. Что делать, если приходят ошибочные налоговые уведомления? Да, налоговая служба не может обеспечить 100% правильное начисление по имущественным налогам из-за того, что мы являемся лишь пользователями той информации, которая поступает нам из сторонних организаций. Поэтому, конечно, процент ошибок существует. И ни в коем случае не надо реагировать таким образом, что вот я сейчас заплачу налог, а потом заявлю о том, что это не мой объект. Не надо. Если это не ваш объект, а он у вас указан в налоговом уведомлении, необходимо направить это налоговое уведомление в налоговую инспекцию. Мы сделаем запрос в органы Росреестра, подтвердим эти данные, будет сделан перерасчет. И если в этих объектах присутствует будет объект, который у вас находится в собственности, то мы сделаем перерасчет совершенно иным сроком уплаты. Потому что многие налогоплательщики переживают, что здесь же есть мой объект, за который я должен заплатить налог, а налоговое уведомление некорректное. Переживать здесь не стоит. Мы сейчас делаем перерасчеты, и там сроки уплаты указаны плюс 36 дней. Почему плюс 36 дней? 6 дней, согласно закону, это на доставку этого уведомления, и 30 дней на оплату, согласно налогового кодекса. Вот еще о чем хотелось спросить. Вообще что-нибудь изменилось в налоговых расчетах за 2014 год? Мы же сейчас говорим о налогах за 2014 год, которые должны уплатить наши жители. Что-то изменилось в этих расчетах? Изменилась принципиально форма налогового уведомления. Она теперь другая. Существуют две позиции. Это те расчеты, те объекты, которые впервые делает налоговая инспекция начисления. И есть следующая часть, это перерасчетов. Потому что в налоговую инспекцию постоянно поступают сведения о корректировке кадастровой стоимости, об изменении инвентаризационной стоимости. Поэтому в течение трех лет, согласно 52 статье налогового кодекса, мы имеем право делать перерасчеты. Согласно новому налоговому уведомлению, утвержденному Федеральной налоговой службой, там также теперь присутствует уведомление о необходимости представления налоговой декларации. Если вы отчудили имущество, которое вас находило в собственности менее трех лет, это объекты движимого и недвижимого имущества, то об этом необходимо заявить налоговую инспекцию. Те, кто не заявляет налоговой инспекции, как раз об этом их уведомляют. И, соответственно, дальше уже идет отрывной корешок для заполнения, если вдруг какие-то неточности или налогоплательщик хочет заявить свою льготу. Вот о чем хотелось бы сказать. Потому что перечень льгот, он огромен, порядка 20 льгот существует по земельному налогу. И, соответственно, все решения Совета депутатов, они находятся в общем доступе на сайте того или иного городского или сельского поселения. Вы можете ознакомиться с этими льготами. И если вы увидите в этом перечне ту льготу, под которую вы попадаете, то вам необходимо представить заявление в налоговую инспекцию и приложить копию этого удостоверения. Ну, того или иного удостоверения, на основании которого вы освобождены от уплаты налогов. Или частично освобождены. Соответственно, мы сделаем перерасчеты. Если вы освобождены полностью, то мы полностью устанавливаем налоговое начисление. Если освобождены частично, то мы делаем перерасчеты, устанавливаем новый срок уплаты. Поступают звонки от наших телезрителей. Вот такой вопрос от Сергея. В этом году мне не пришло уведомление об уплате налога на имущество. Как я могу узнать сумму, как я могу оплатить и какие сроки уплаты, если я не зарегистрирован на сайте госуслуги? Значит, если вам не пришло налоговое уведомление, с 1 января 2015 года изменился порядок уведомления налоговой инспекции. Если раньше вы не получили налоговое уведомление, то, как правило, это были технические проблемы, связанные с доставкой этих налоговых уведомлений органами, ответственными за доставку, отделением почтовой связи, так сказать. В этом году мера ответственности изменилась. Законодатель ввел такой льготный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016 года. И вы должны по форме, которая утверждена Федеральной налоговой службой от 26 ноября 2014 года, эта форма есть в любой налоговой инспекции, в том числе и в нашу налоговую инспекцию, ее можно приехать и заполнить. Вы должны заполнить эту форму и приложить копию свидетельства о праве собственности. Если этот объект есть в базе данных инспекции, то мы начислим налог и, соответственно, направим вам по адресу местожительства. Если этого объекта нет в базе данных, то мы сделаем запрос в органы Росреестра, добавим этот объект, и по нему будет исчислен налог. Но если в случае вы не получили налоговое уведомление и не пришли, и после 31 декабря 2016 года налоговая инспекция об этом узнает и, соответственно, производит начисление, то мы производим начисление не только по налогу, а также уже наступает другая мера ответственности в виде применения штрафных санкций в размере 20%. То есть сейчас ситуация изменилась. Раньше как считали? Если мне налоговое уведомление не пришло, я чист, свободен и могу не платить. Сейчас, как я понял, с 1 января 2015 года это правило игры, я так назову, изменилось. И теперь вне зависимости от того, пришло извещение, уведомление, не пришло, каждый гражданин должен оплатить налог. Если не пришло, прийти в налоговую инспекцию, соответственно, и обезопасить себя от той меры ответственности, которая предусмотрена законодателем. А, кстати говоря, обезопасить, о мере ответственности. Наш телезритель Иван спрашивает, а какая вероятность отказа в выезде за границу при неоплаченном налоге меньше 1000 рублей? И какая сумма, при которой в выезде будет точно отказана? Ну, это, видимо, человек, который еще на пограничном состоянии находится. Он колеблется. Да, колеблется платить, не платить налог, а вдруг платить, уважаемый Иван, платить по-любому налог. Ну, а о сумме сейчас она ведь, Владимировна, расскажет. У нас принудительным взысканием у нас занимается служба судебных приставов. И только служба судебных приставов имеет право ограничить выезд. Как правило, ограничивают выезд по сумме свыше 3000 рублей. То есть, вот эта вот сумма, в принципе, вообще нежелательна, чтобы имел и умелись какие-нибудь задолженности. Ну, тысяча рублей, я считаю, что это не такая задолженность, о которой может идти речь. Еще один вопрос от нашего телезрителя. В наследство от мамы мне осталось 5 соток земли. В августе пришло налоговое уведомление. Я его уже оплатила. А вчера пришло еще уведомление с перерасчетом, что предыдущего уведомления недействительно. Что делать? Надо ли оплачивать еще раз? Я поясню. В 2013 году устанавливали ставки по земельному налогу. И в 2013 году также органами местного самоуправления устанавливались дополнительные ставки, повышающие ставки по земельному налогу с 1 января 2014 года. Когда были проведены начисления по земельному налогу, это правильные расчеты, просто произошло такой технический сбой. Вместо ставки 0,05, вернее, вместо ставки 0,3 по этому поселению применена была ставка 0,05. И когда мы уже осуществили выгрузку этих налоговых уведомлений и стали делать уже аналитику, проверять наши расчеты, мы это обнаружили. Поэтому нами были сделаны перерасчеты. В этих перерасчетах указан другой срок оплаты. Там указан срок оплаты до 16 октября. И, соответственно, эти перерасчеты необходимо оплатить. Единственное, что если вы уже оплатили по тому первому уведомлению, а вам пришло корректирующее с полной суммой оплаты, нужно вычесть одну сумму из другой и эту сумму оплатить. Не надо всю сумму оплачивать, потому что будет тогда переплата. Прекрасно понимаем. Кстати говоря, приходят вопросы, и вот они немножко взаимосвязаны между собой. Расскажите о электронном сервисе, личный кабинет налогоплательщика. И как можно узнать о своей задолженности? Электронные сервисы в настоящее время существует больше 35 электронных сервисов Федеральной налоговой службы. Один из них это личный кабинет налогоплательщика. Личный кабинет налогоплательщика – это тот сервис, благодаря которому служба шагнула далеко вперед. Личный кабинет налогоплательщика позволяет видеть все ваши объекты на всей территории Российской Федерации, все начисления, которые производятся налоговой инспекцией. Вы можете через личный кабинет оплатить налоги. Также вы можете обратиться в налоговый орган, не выходя из своего дома. А также возможно подать заявление о зачете возврате налогов и также налоговую декларацию по форме 3НДФЛ. Подключиться к этому сервису можно в любой налоговой инспекции. Единственное, если вы подключаетесь не в той налоговой инспекции, в которой вы проживаете по месту жительства, то кроме паспорта вам необходимы еще копии ИНН. Вы получаете пароль и логин. Пароль нужно в течение месяца обязательно поменять, потому что если вы не измените на свой пароль, вы по истечении месяца не сможете зайти на личный кабинет. Также пользоваться им это очень удобно, как раз контролировать свою задолженность, видеть правильные начисления, не выходя из дома, общаться с налоговой инспекцией. Потому что все люди работающие, у многих нет времени посещать налоговую инспекцию, а здесь вы, соответственно, можете подключаться. В этом году мы уже проводили ряд акций на крупных предприятиях Ленинского района. выезжали на эти предприятия и проводили такие акции, подключали налогоплательщиков к личному кабинету. И очень положительные отзывы об этом сервисе. Действительно, сейчас многие люди, я знаю, среди моих знакомых, да и я сам, начали пользоваться именно такими услугами. И они действительно удобны. Они удобны. Но я все прекрасно понимаю, у всех людей разные возможности, да, и возрастные категории есть различные. Поэтому вот если есть все-таки, не прислали квитанцию или еще что-то такое, да, или узнать информацию вообще о налогах, то есть можно прийти в налоговую инспекцию, да, и получить там всю необходимую информацию, возможно, да, придя... Придя, да, в налоговую инспекцию в рабочие дни, и также не в рабочие дни, в субботу, в первую, третью субботу, с 10 до 3. Также у нас есть сервис запись в налоговую инспекцию, онлайн запись, да, потому что многие налогоплательщики говорят, у нас нет времени сидеть в очередях, не надо сидеть в очередях. Пожалуйста, зайдитесь на этот сервис, он также есть на сайте налог.ру, можно записаться, прийти к определенному времени, называть свой талончик, инспектор вас приглашает и обслуживает по тому или иному вопросу. Еще поступают вопросы, мне квитанцию не прислали, либо, может быть, я еще не видел, но они разные квитанции поступили, или все в одном конверте, имущественный налог, земельный и транспортный? Конечно, будет все в одном конверте, у нас существует единое налоговое уведомление, оно у нас существует уже 3 года, это единое налоговое уведомление, оно включает как раз 3 налога, но квитанции будут разные. А, сами квитанции обоплательщики. Да, квитанции будут разные, по транспортному налогу существует свой код бюджетной классификации, потому что транспортный налог идет в региональный бюджет, А земельный налог и налог на имущество, у них также разные коды бюджетной классификации, соответственно, разные квитанции. Более того, если у вас есть два имущества или два земельных участка, которые находятся на территории разных населенных пунктов, например, один в городе Видно, а другой в поселке Володарского, то у вас также будет две квитанции по земельному налогу. Потому что у КТМОО, у этих поселений они разные, у каждого из этих поселений существует свой бюджет. Да, да, да. Ну, в разные бюджеты идут, да, те или иные налоги. Вот наша телезрительница Анна очень такой хорошая позвонила, оставила, что называется, письмо. Мне прислали квитанцию об уплате налога. Считаю, что сумма завышена. Вот такие вот у нас телезрители. Звоните, звоните, еще есть несколько минут. Если есть какие-то вопросы, обязательно успеем на них ответить. По транспортному налогу задают вопрос. Какой налог платится за автомобиль? Прошу прощения, мощностью 135 лошадиных сил, объем 2 литра. Александр задает. Александр, уже пора вскрывать извещение от налоговой инспекции, уже точно будете знать, какой у вас налог. Так не вспомните на память 135 лошадиных сил, объем 2 литра, нет? Я не вспомню на память, но Александр может прямо сейчас зайти на сайт налог.ру. Там есть налоговый калькулятор по транспортному налогу, если вдруг ему не пришло налоговое уведомление, и там увидит сумму налога. Ну что ж... Потому что ставок очень много, очень тяжело их запомнить. Да, да, прекрасно понимаю, прекрасно. Еще один вопрос, это уже такой по времени. Когда будет исчисляться налог на имущество с кадастровой стоимости? Вот такие вопросы еще задают. Да, с кадастровой стоимости налог на имущество у нас будет начисляться с 1 января 2015 года. Это значит, что в этом году... С 1 января 2015 года. То есть, который мы будем... По расчетам за 2015 год. В этом году налогоплательщики в последний раз получают налоговое уведомление с инвентаризационной стоимостью объектов недвижимого имущества. Но хочу успокоить налогоплательщиков, которые имеют собственность и квартиры. В принципе, налоговое бремя по уплате налогов практически не изменится. Мы проводили анализ совместно с органами местного самоуправления, насколько изменится налогооблагаемая база и сумма налога к уплате, она практически останется такой же. Потому что если мы берем инвентаризационную стоимость, там существовали другие ставки. А если мы берем кадастровую стоимость, то она составляет 0,1% от кадастровой стоимости. Если мы берем ту же Ольховую и Березовую, то средняя кадастровая стоимость этих объектов недвижимости 5-5,5 миллионов рублей. Если 0,1%, то это получается как раз те 5 тысяч, которые сейчас уже налогоплательщики платят по налогу на имущество. Другое дело – жилые дома. Да, по жилым домам налоговая ставка составляет 0,3. И кадастровая стоимость пожилым домам, конечно, она в разы увеличилась. Если налогоплательщики не согласны с той кадастровой стоимостью, то Федеральная налоговая служба рекомендует сейчас уже заниматься налогоплательщикам этим вопросом, обращаться в кадастровую палату о перерасчете кадастровой стоимости по тем или иным основаниям. Потому что если это не будет своевременно сделано, а мы произведем расчеты, то процесс обратной связи уже будет проблематичен. Потому что в налоговом кодексе с 1 января 2015 года есть такие изменения, что новая кадастровая стоимость действует с того момента, когда она уже новая будет утверждена. Если налогоплательщик обратится сейчас в кадастровую палату, то она только сейчас будет утверждена. Но только если нет технической ошибки. Если есть техническая ошибка, то перерасчет делается с той даты, когда должна была быть утверждена эта стоимость. Поступают еще вопросы от наших телезрителей. У меня юридическое образование не требуется, и вам сотрудники на работу, я ищу работу. Налоговая инспекция требуется как раз юриста с юридическим образованием. Пусть подходит в отдел кадров. Тогда может быть сказать адрес, и всем нашим добросовестным налогоплательщикам адрес, куда приходить, узнавать, если какие-то вопросы. Действительно, может быть, кто-то ищет работу и действительно хочет работать в нашу налоговую инспекцию. Почему бы и нет? Адрес налоговой инспекции – город Видное, улица Заводская, дом 22А. Я назову свой рабочий телефон. Пожалуйста, человек может набрать, я его с удовольствием приму, и мы обсудим. Это 495-541-0531. Либо он может обратиться в отдел кадров и, соответственно, заполнить анкету, оставит, и мы его пригласим на собеседование. Сейчас, наверное, самый неприятный момент, который можно было бы обсуждать в эфире нашего телеканала. Штрафные санкции. Вот если все-таки человек по какой-либо причине, будем надеяться, что эта причина достойна того, чтобы она стала причиной, все-таки не уплатил налог. Какие штрафные санкции к нему могут быть применены? Штрафные санкции прописаны также в налоговом кодексе, в статье 75-й налогового кодекса, который гласит о том, что после срока уплаты, срок уплаты у нас 1 октября, начисляется пение за неуплату налога своевременно. Пение составляет 1,03 ставки рефинансирования. Ну что это такое? Должен 10 тысяч, а 1,0300, 0,0300, за год, порядка 500-700 рублей будет. Но это не те суммы. Может быть, как-то более за налоги-то? Нет, других штрафных санкций нет, но я могу сказать, что налогоплательщики порой пишут обращения и за 50 рублей пени. Поэтому для многих налогоплательщиков это принципиальный вопрос. Хотя мы неоднократно и объясняем, и доводим до сведений налогоплательщиков, что мы все налоговые расчеты, которые произведены в базе, соответственно, направляем своевременно. К сожалению, до настоящего момента существует такая проблема, что не все налоговые уведомления доставляются. Но мы работаем с отделениями почтовой связи, и если налогоплательщик доказывает налоговой инспекции, что да, он не получил, или он проживает по другому адресу, а ему был направлен налог по другому адресу, то мы ему делаем перерасчет пеней. Ни в коем случае не ущемляем права налогоплательщика. Ну, это приятно. Надежда Георгиевна дозвонилась до нас, задает вопрос. Даже это не вопрос, наверное, а в какой-то степени, ну, не знаю, боль человека, крик души. Я пенсионерка с 2014 года, пенсии только по старости, других доходов нет. Мне пришло уведомление с перерасчетом за 2012, 2013, 2014 год. Суммы очень значительные, почти равные моей пенсии. Что делать в этой ситуации? Что делать в этой ситуации? Если налог исчислен правильно и корректно, то есть только один способ. Из-за того, что земельный налог, налог на имущество, это местные налоги, можно обратиться в органы местного самоуправления для предоставления рассрочки. Она в налоговом кодексе прописана, ее можно предоставить при обращении ходатайства и подтверждении того, что тяжелое материальное положение. Ну что ж, спасибо. К сожалению, я вынужден констатировать факт, что время нашего эфира подошло к концу. Мы на самом деле действительно подняли очень большую такую тему, да, и надеюсь, что мы ее охватили, и нашим телезрителям, в общем-то, останется только одно, это вовремя, до 1 октября, заплатить налоги имущественные, транспортные, земельные, да, и чтобы, потому что, чего греха таить, бюджет любого поселения, города, района, области, страны, зависит, зависит в том числе и от налоговых, да, поступлений, которые граждане обязаны, еще раз повторю, обязаны уплатить. Ну, а вам большое спасибо, что потратили свое личное время и ответили все-таки на многие-многие вопросы, касающиеся, да, налоговых, налоговых исчислений. Спасибо, что все это время были вместе с нами. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова